Вот на этой территории просто занимаются. Дети приходят, девочки, тут зеленая зона, отдохнут, иногда при дожде в домик зайдут. 15 соток земли, на которых совершают первые шаги юные жокеи. Здесь же Валерий Золотарев держит карман для лошадей. Этот участок мужчина занял пять лет назад. Именно тогда загорелся желанием о создании бесплатного коноспортивного клуба. Через четыре месяца срок аренды заканчивается. И то, что говорят в земельном комитете, аренду могут не продлить. И так что мы можем быть на улице. За судьбой клуба пристально следят и члены патриотического движения «Курс». Более того, активисты сами проводят здесь занятия для детей. Бесплатно обучают в самообороне. К примеру, Камила не только уверенно держится в седле, но и научилась стрелять из автомата Калашникова. Это тоже так же, как на лошади. Сначала было тяжело, но легче становится, научившись всему то, что я сейчас умею. И так же с автоматом. Когда мы с дядей Валерой познакомились, естественно, мы с удовольствием стали принимать участие в мероприятиях, которые он проводит. Тем более, что он делает это для детишек. Ну и это наша целевая аудитория как раз таки. К лошади подходят с левой стороны. Ногу ставят с тремяна. Так. И закидывают ногу. Валерий Золотарев в поселок Мирный переехал в 90-х годах. Сначала купил жеребенка, а сейчас в его конюшне 12 лошадей. Причем все полукровной породы. Обучают верховую издействие с ребят абсолютно бесплатно. Постоянно приходят около 20 человек, мальчики и девочки разных возрастов. К примеру, сейчас я на Шерли. Ей 12 лет. Она одна из самых спокойных и поэтому одна из самых любимых у юных жакеев. Все ученики Валерия Золотарева не только любят кататься, но и ухаживают за животными. А каждую весну устраивают массовые субботники в лесу, чтобы во время прогулок лошади случайно не поранились. К нам ходит кто, кто любит животных. После школы многие поступают в ветеринарные. Кто-то закончит. Срок аренды закончится в апреле. До этого времени Валерий Золотарев надеется найти спонсоров или тех, кому не безразлично судьба конного клуба. Ведь в планах у мужчины расширять конюшню, обучать новых детей и развивать в Казани культуру верховой езды.